Веселый апокалипсис. Статья на альтернатива.орг за 2 декабря 2019 года. Александр Зубченко. Некоторые думают, что влияние Сороса на украинские процессы несколько преувеличено. Якобы дедушку демонизировали. Ну что может человек 89 лет? Даже подписать, простите за выражение, нормально не в состоянии. Вечно эти хохлы выдумают какие-то идиотские мифы, в которые сами же верят. Сурово все опровергаю. Дедуля может быть уже и ку-ку, однако дело его живет. И пока побеждает в отдельно взятой за горло стране. Для понимания места и роли Сороса в сегодняшних украинских раскладах, давайте взглянем на украинскую ситуацию с высоты низколетящей вороны. Всадники апокалипсиса. У нас здесь есть три всадника неизбежного апокалипсиса, который изображается в виде полного северного пушного зверька. Первый всадник это Порошенко. Он так увлекся мародерством и воровством, что стал официальным лидером новой партии войны, цель которой дойти пешком на бронетанковых телегах до Москвы и захватить Кремль со всеми его обитателями. Но для начала Петру необходимо устроить путь, чтобы вернуть себе табуретку гаранта нации. Выбор у него небольшой. Либо сесть по совокупности доказательств, либо организовать третий майдан под лозунгом «Нет капитуляции». 8 декабря. Порохоботы собираются заночевать на улице Банковой под зданием офиса президента, чтобы первыми узнать о результатах встречи в Париже в так называемом нормандском формате. Как вы сами понимаете, любые итоги переговоров будут восприняты патриотами, как лютая зрада. Иначе зачем собираться под офисом Зеленского и ночевать на морозе? Второй всадник, естественно. Сорос. Это символ развала Украины и превращения ее в территорию подконтрольную транснациональным корпорациям. За 28 лет деятельности в стране фондом международного авантюриста удалось буквально вырастить поколение извращенцев, которые в настоящий момент заняли ключевые должности в структурах украинской власти. И про извращенцев это не гипербола, а простая констатация факта. Не знаю, в чем именно суть методов грантового обучения, практикуемых в фонде с издевательским названием «Возрождение», но на выходе получаются эталонные дебилы с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Наиболее яркий, можно сказать, канонический пример – это премьер Алексей Гончарук, первый в истории независимой Украины извращенец, возглавивший кабинет министров. Массовый десант саросятого власти обусловлен еще и тем, что изначально структуры злобного дедугана буквально срослись с демократами США, объявившими Украину зоной своих национальных интересов. Копни любую организацию грантасосов и неизбежно выйдешь на посольство США в Киеве и американские спецслужбы. Так было при всех американских послах – Пайфери, Тейлори, Хербсте, Паскуале, Тефте, Пайете и Йованович. Карлос Паскуаль вообще драл на столе посольства представительниц независимых СМИ, буквально вбивая в них стандарты либеральной журналистики. Сказывалась горячая кубинская кровь. Вот вам офис эффективного регулирования. Совместное детище Сороса и последцы Марии Йованович, бывшей, курировал эту голубятню Джордж Кент, бывший первый зам Йованович, стопроцентный ЦРУшник. Айварас Абрамовичус сейчас возглавляет Укроборонпром, Гончарук правительства, Руслан Рябышапко – Генеральную прокуратуру, Макс Нефедов – Государственную фискальную службу, Юлия Ковалев – Главный экономический советник Зеленского. А и таких назначений десятки. Конечно, не все соросята пришли именно из Офиса эффективного регулирования. Подобных организаций у нас сотни. В каждом центральном органе государственной власти, начиная от правительства и заканчивая НАБУ, есть Наблюдательный общественный совет, состоящий исключительно из либерастов. Они же являются кадровым резервом власти. Поэтому, когда Зеленые пришли к власти, они просто активировали всю агентуру Сороса. Отдельный вопрос, почему так произошло. Но пока не стану вдаваться в интересные подробности. Постоянным финансовым представителем Сороса на Украине является глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала. Он скупает в интересах международного авантюристно-бизнес-активы, людей и СМИ. Именно Фиала, в частности, проплатил легендарный тренинг «Слуг народа» в Трусковце. Фиала создал небольшой, но отмороженную на всю голову медиа-империю с издевательским названием «Новое время», радио и глянцевый журнал. И, наконец, третий всадник апокалипсиса – олигарх Виктор Пинчук, бывший трубный король, а ныне меценат. Владелец медиахолдинга, в который входят телеканалы СТБ, СТВ и Новый. Пинчук начал свой путь в большую политику через нижнее белье дочери президента Леонида Кучмы – Елены. Получил статус главного зятя страны и создал огромную металлургическую империю. Трубы большого диаметра, мобильная связь «Кучма Стар», «Киев Стар» и куча других активов. Потом снюхался с четой Клинтонов, стал спонсором демократов США и абсолютно естественно докатился до Сороса. У них очень запутанная история финансовых отношений, но в какой-то момент времени выяснилось, что Пинчук должен Джорджу примерно миллиард евро. А так бывает, если катишься по наклонной плоскости и заводишь друзей наподобие Элтона Джона. Нет ничего крепче, чем кровные узы и долговые обязательства. Поэтому Витя стал провайдером политических проектов Сороса на Украине. Назовем только два из них. Тесть в трехсторонней контактной группе по Минску «Кучма» и партия «Голос Славикова Корчука». Со Славой Пинчук облажался. Это признают все. Он оказался слишком тупым даже для украинского варианта политики. В настоящее время соросологи активно раскручивают проект неистовый режиссер Сенцов. Лепят из узника Кремля нового лидера свободного украинского либерастического мира. Пинчук является относительно самостоятельным всадником, поскольку у него есть группа ручных клоунов, которых он расставил во власти. Самый активный министр молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский. Бывший топ-менеджер Пинчуковского телеканала СТБ. Это он является инициатором нового закона о введении тотальной цензуры в СМИ в условиях гибридной войны с Россией. Один в поле воин. Президент Зеленский по собственной инициативе, это он так думает, окружил себя Пинчуковско-соросовской тусовкой, которая удачно пугает его пучем Порошенко. В результате он так боится националистического мятежа, что прикидывается настоящим патриотом Украины в стиле Петра Алексеевича. Дело доходит до курьезов. В шестую годовщину начала революции достоинства Зеленский выразил желание встретиться со студентами, которых зверски избил Беркут. Прикол заключается в том, что большинство студентов, которых разогнали в ночь на 30 ноября, это 40-50-летние мужики за скромное вознаграждение, ночевавшие у костра в центре будущей европейской столицы. Президент Украины де-факто стал заложником Соросят, который вешают ему на уши лапшу практически в прямом эфире. Перед официальным началом зимы пресс-служба Зеленского выпустила видео о совещании в офисе президента с премьером и другими членами правительства по поводу снижения тарифов. Гончарук с откровенностью извращенца с большим опытом обращался к Зеленскому на то и популярно объяснил, что глава государства действительно является лохом. Тарифы снизить реально, но сделать это невозможно, поскольку нет законодательной базы. А почему нет законодательной базы? Потому что зима пришла неожиданно. Окруженный Соросятами Зеленский действительно выглядел как заложник. Всадники апокалипсиса окружили бывшего комика и заставляют его играть на рояле. Вы будете смеяться, но только Игорь Коломойский в настоящее время в одиночку отчаянно сражается с армией Сороса и даже временами одерживает тактические победы. Бене терять нечего. Точнее и есть что, поскольку он хочет отбить у международных проходимцев страну, чтобы пользоваться ею самому. Коломойский объявил первый крестовый поход против Сороса. С его подачи началась настоящая война наших против извращенцев в информационной сфере. Гончарюка уже официально называют извращенцем со всеми вытекающими последствиями. Игорь Валерьевич предупредил, что Приватбанк вернет себе любой ценой и эта цена станет очень высокой для Петра Алексеевича. Не знаю как, но Коломойскому удалось запустить процесс снятия с Порошенко депутатской неприкосновенности. Конь апокалипсиса в настоящее время активно переписывает имущество на сына. В принципе, с 1 января все депутаты автоматически утратят иммунитет. Однако время поджимает впереди большая пятая точка задница. Игорь Коломойский понимает это лучше других. Он уже фактически сорвал кредитную программу МВФ, спровоцировал массовый срач во фракции «Слуга народа», поставив ее на грань развала. Объявил войну Ренату Ахметову с его монополией на электричество и одновременно выразил желание договариваться на подходящих условиях. Ведет сложную игру с американцами. Республиканцам пообещал компромат на Джо Байдена, а демократов продемонстрировал свои первичные половые признаки, но и заявил желание дружить. ФБР хочет его арестовать, однако сталкивается с поразительным феноменом. Клиент настолько нагл, что постоянно провоцирует скандалы международного уровня. Еще раз повторю, Коломойскому отступать некуда. Он воюет со всеми. С Пинчуком ему даже удалось сбить Александра Данилюка с должности секретаря Совбеза. И теперь с треском уволенный Данилюк рассказывает в Штатах, что влияние Коломойского резко снизилось. Со всем нынешним руководством Национального банка. По ходу войны выяснилось, что многие представители Игоря Валерьевича состояли в интимных отношениях с главой НБУ Смолием. Не рискну приводить подробности этих отношений, поскольку они слишком брутальны. У Игоря Валерьевича в этой борьбе нет постоянных союзников. Есть министр внутренних деловаков. Однако он все норовит кинуть своего партнера. Правда пока безуспешно. Тем не менее Коломойскому дико нравится подобная игра, когда на кону стоит жизнь миллионов людей. Парадоксально, но факт. Без Игоря Валерьевича Зеленский уныло играл бы на рояле в офисе фонда Сороса. Но пока Коломойский в хорошей форме и выступает в роли гаранта суверенного развития европейской нации. Как бы смешно и грустно это ни звучало. Рубилова Бенни с всадниками апокалипсиса, вне всякого сомнения, приведет к самому интересному и увлекательному апокалипсису в истории человечества. Но по сценарию олигарха. Александр Зубченко специально для Альтернатива.орг Веселый апокалипсис!